Чёрный ворон, друг ты мой залётный, Ты летаешь далеко я. Чёрный ворон, друг ты мой залётный, Ты летаешь далеко, Ты принёс мне, чёрный ворон, Руку белую с кольцом ты принёс, Ай, мне, чёрный ворон, Руку белую с кольцом. Ай, вышла я, вышла, Скажем, на крыльчка, Пошатнулась я слегка, Их, пошатнулась я слегка, Поколевочку другая узнала, Чёрный ворон, Руку белую с кольцом. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Поки, поки, миром Господу помолимся, Господи, помилуй, Ещё молимся о покаянии душу слов, Чёрного Божьего, Всех воинов, всех казаков, Заверопечества души свою положивших, Но их же простите, что им всяком пригнешении, Вольному же и невольному, Господи, помилуй, Ягода господь плохо чадит, Души это не же правит не есть. Чёрный ворон, вдруг ты мой, залётный, Где летал так далеко я, Чёрный ворон, вдруг ты мой, залётный, Где летал так далеко, Где летал так далеко я, Ты не принёс, Принёс мне, Чёрный ворон, Руку белую с кольцом, Руку белую с кольцом, Вышла, вышла, А я на крылечко, Пошатнулась слегка, Вышла, вышла, А я на крылечко, Пошатнулась слегка, А я пошатнулась слегка, А я по колечку, Руку я узнала, Руку белую с кольцом, Руку белую с кольцом, Это не как угроза, это как предупреждение. Это же можно. Все, Игорь, просил бы слово батьке. Игорь, ну давай поближе людей тогда пригласи. Братья-казаки, последние 15 лет мы собираемся возле этой могилы и отмечаем, вспоминаем все праздники, связанные с казачеством. Но вот прямой связи между вот этим убийственным декретом в девятнадцатом году и вот казаками, которые здесь похоронены, вроде бы и нету. Декрет вышел через полтора года после того, как они погибли. Даже революция была в октябре, а их похоронили в июле семнадцатого года. Тоже вроде бы нету, но удивляет, что после того, как большевики пришли к власти, они взяли и сломали эту могилу. И ее не было в восемьдесят пять лет. И вот в пятнадцать лет мы ее восстановили. Зачем? Ну пускай было бы, стояло бы, так нет. Вот даже с мертвыми боролись. Я, ну как вот на сегодняшний день, читая некоторые вещи, говорю, ну вот, когда перестанете делить нас на белых, на красных, ну, большевики, покайтесь, ну, покайтесь за то, что провели. Хотя бы вот здесь, сюда. Вот где эти большевики, которые руководят сейчас казачеством в Петербурге? Сюда не пришли. Ну, найдут место, куда прийти. Найдут. Ну, было выставлено на Малом Круге, не пришли. Не хотят. Не хотят что-то, потому что в прошлый год им прямо в лицо это сказали, то, что вот говорю сейчас я. Ох. Ну, я и писал, вот читали где в Малом Круге. Я вот удивляюсь казаками, вот современными, ну, выбрали же ведь. Ведь же знаете, что большевики, они в душе так и остались. Но перекрестить лоб они могут. Ну, стали ли они верить в Бога? Ведь их власть была без божников. Поэтому, ну, а вот про этот ужасный декрет в 99 лет на следующий год уже будет 100. Ведь они как бы, насколько я помню там, о поголовном уничтожении Донского казачества, вот здесь 7 казаков, они все, все донские казаки. Вот внизу Никитин, он случайно, на Николаевский он раньше назывался вокзал, там погиб. Ну, взяли его, погранили с казаками. И это коснулось не только донских казаков. И вот этот геноцид пронесся по всей стране. Все казачьи войска, 11 войск был, якутский полк был, но все пострадали. Там вот перечисляется, сколько было погибших. Процент там, я не знаю, донских осталось, ну, 45 процентов. И очень быстро этот, он вроде бы, я не знаю, он там просуществовал, если я не ошибаюсь, месяц, месяц. Потом как бы от него немножко отошли в сторону. Ну, за этот месяц они столько, с радостью, с радостью уничтожали казаков по всей стране. Ну, на миллионы, на миллионы только. Ну, я даже не знаю, что сказать. Игорь Владимирович, поможешь? Да. Пожалуйста. Хорошо, что мы сегодня собрались по всей России. Сегодня слышу панихиду. Плитии слышит как раз о убиенных наших дедушках и бабушках, прабабушках и прадедушках. Слава Богу, что мороз нас не остановил. Трудовые дни, трудовые будни, наш сегодня рабочий день. Потому что вот эта молитва, которая сейчас здесь была, была нами совершена в мгновение. Это на самом деле глубочайшее такое вот, глубочайшее действие нашего покаяния. Нашего покаяния. Потому что, ну, грехи наших родителей ведь на нас, седьмого колена. А гражданская война, которая была, это была гражданская война и казаков казачьего народа. Внутри казачьего народа это была гражданская война. Поэтому брат-брат убивал. Убивал отец сына, сын убивал племянника своего. Тяжелые были очень времена. Сейчас, конечно, ситуация нелегкая в стране. Это понятно. И среди казаков тоже она нелегкая. И в современном казачьем народе разные есть взгляды у нас разные есть. Почтения. Кто-то коммунистического до сих пор мировоззрения. Кто-то не покаялся в этом. Кто-то в этом и не был. Кто-то там и не был. Да и слава была. Но дело в том, что вот мы как раз ехали сейчас в машине с отцом Дмитрием и говорили. Вот. Матушка казачка кубанская. Вот. Как раз и говорили о том, что мы сюда сейчас едем молиться для того, чтобы не продолжалась вот эта гражданская война сейчас. В наших умах, в наших сердцах. Потому что, ну, надо признать просто. Нам всем надо признать, что, ну, ни белые, ни красные они не были правы. Ни те, ни другие. Кто-то был просто более образованный. Кто-то был менее образованный. Кто-то был больше из народа. Кто-то больше, там, был дворянского происхождения. Это разные вот, скажем, разные мы были очень. Наши предки были разные. А сегодня вот для того, чтобы народ был един, это прежде всего должен быть един внутренний дух. Единодушие должно быть. Единоверие наше должно быть. И вот эти болячки все нужно искоренять. Ну, я как искореняю обычно в себе? Молитвами, вот с товарищами иногда, раздороченью. Вот. Это нужно. Обязательно нужно. Потому что, если ты за кем-то казаку не поругаешься, как следует, не поругаешься. И когда ты правды не добьешься, потому что каждый, каждый казак такой же атаман, как и я. Такой же упрямый. Такой же вот, пока друг другу грудак не дашь, как следует, не поймешь. Но главное, чтобы мы не поднимали шашки в направлении друг друга и стволы, понимаете. Подраться оно как бы так даже и хорошо иногда. По-мужски-то оно взбадривает. Вот. Поэтому я признательно всем благодарен, что пришли. Ведь кровь разогрели свою молитву. Слава Богу, что казаки. Слава Богу! Спасибо, что выслушали. Видите, как горит пламя. Свечки вместе, они хорошо горят, а по отдельности никак. Чипезубно учил. В свое время. Помнишь, да, такого? Вот же я же увидишь. Поставил? Надо лучше брать от лучшего. Давай, скажи, скажи, откуда она своего держала? Давай. Давай, давай, давай. Скорбю, как и все братья. Скорбю истинно волю сердца. Слава Богу, что братьям сделали, восстановили могилу нашим прадедам. Будем в скорбе, мы своим дятям передадим. Пусть помнят. Если у нас есть память, значит у нас и будет и будущее. Как говорится. Кто забыл свое прошлого, тот не получит будущего. Будет порабощен. А мы люди вольные, а не подневольные. Потом мы здесь вольного сегодня собрались. Зависимо, где он там находится, в какой ячейке. На какой стороне. Вот они все здесь. Всем благ, здоровья. Из нашей казачьей распятой земли Мы песни с собою свои унесли. И пели мы их, задыхаясь от слез. Ветер чужой, свет на разверт. Ветер чужой и безifi на разверт. Ветер чужой и безык на разверт. А певшие песни один за огнем Давно разлеглись по погостам чужим И скованы стонут в казачьи края Господи, Боже, где ж правда Твоя? Боже, где ж правда Твоя? Субтитры создавал DimaTorzok